Меня зовут Елена, я коренная одесситка и поддерживала движение Юго-Востока. Переходила сюда на Куликово поле, не боюсь этого сказать. Что это за движение, можете рассказать? Это движение патриотов нашего города, русскоязычного населения, русской православной церкви, патриотов за федерализацию, патриотов за свою духовность, за свой русский язык, за свои корни. Одесса – это Новороссия, это новороссийский край. Здесь, в этом городе, всегда проживало русскоязычное население, и поэтому мы все себя считаем русскими, с русской духовностью, принадлежащими к русскому миру. И мы стояли за это. Здесь, на Куликовом поле, были разбиты палатки против киевской хунты, против фашизма, против национализма. Вот это наше движение, наша идея. Что произошло 2 мая, ваша версия событий? У меня здесь несколько людей было, которые освободились чудом. Их сняли, когда приехала пожарная машина со второго этажа. 40 минут не пускали пожарную машину, ее захватили, она была одна. Несмотря на то, что пожарная часть здесь находится рядом, в течение 10 минут ходьбы, больше ни одной пожарной машины не приехала. Приехала одна на 400 человек, которые находили в доме. Дом был, это дом профсоюзов, бывший обком партии при Советском Союзе. Там была отключена вода. То есть акция была спланирована. Очень много есть показаний, очевидцев, которые там были. И вот, кстати, эти женщины, которые освободились оттуда, и я приходила туда, наверх смотрела. Значит, в тот момент их зазвали. Там были уже, находились националисты, фашисты в здании, находились уже. Открыли им дверь, вторую дверь им открывали и зазывали, бегите все сюда, будем спасаться. В то время, когда с центра города под видом футбольных команд, футбольных болельщиков, ультрасов, бежала сюда толпа вооруженных бандитов с битами металлическими, с оружием огнестрельным, это все освещается в новостях. Вы это видели? Вы были в этот момент здесь? Нет, этого я не видела, я пришла утром уже. Говорили люди, которые здесь были, непосредственно мои знакомые, которые участвовали в этом, были в здании. И плюс это все показывает телевидение неукраинское. Естественно, украинское телевидение ничего не освещает. Мы его не смотрим. Мы смотрим по спутниковому телевидению «Русские новости». Там все данные, видеоматериалы совпадают с интервью данными здесь людьми и с видеопленками, которые снимали непосредственно люди, которые находились в этом здании. Ну а кому выгодны эти события, провокации, как вы говорите? Это выгодно фашистской хунте. Они при помощи националистов убивают все русскоязычное население. Весь Юго-Восток – это русский восток, это Новороссийский край, Донбасс – это все русские территории, русские земли. И поэтому они стараются нас всех уничтожить под видом того, что Украина, фашисты, у них лозунг один – кто не украинец, тот не с нами. Якобы тут здесь должны жить одни украинцы. Ну вот такая версия на протяжении 23 лет, когда Украину только превозгласили, когда распался Советский Союз и сделали Украину. Вот 23 года мы живем под игом украинизации, так проще сказать, наверное. Вот так. Это уже четвертая украинизация при Советском Союзе. Скажите, я правильно поняла? Если нет, то исправьте. То есть вы хотите отсоединение Одессы и образование нового государства? Мы хотим федерализации. Сначала мы хотели, когда была украинская оранжевая революция, и мы голосовали за Януковича, мы желали одного, и голосовали за него только за одно, чтобы нам ввели второй русский язык государственный, наш родной русский язык. У нас его не забирали. Власти никогда к этому не прислушивались. Янукович нас обманул. Второй русский язык он не ввел. Мы продолжали страдать. Сейчас у нас, у всего Юго-Востока, как это уже освещалось по телевидению, тоже, одно единственное требование. Федерализация теперь уже, так как мы не хотим жить под игом хунты националистов. Язык, русский язык, и наша культура сохранить. Мы хотим нашу культуру, наш русский язык. Вот сейчас мы за это боролись, и боремся, и Донбасс за это борется. Федерализация, федеральное устройство каждого округа, каждой области, каждого края. Это поможет нам сохранить нашу культуру, нашу веру, наш язык, наши корни. Остаться русскими по духу, как мы есть.